Будет кровь пить, там, сделать бокал из черепа, там, чего-то. Короче, без посторонних, чтобы, как бы, ну, очень много людей болело, поэтому мы не рисковали, только вдвоем контактировали друг с другом, минимизировали все контакты. Не важно, что читать, главное читать. Постоянно на него газовать, китайцы подумают, что я как-то против китайцев, чтобы... И перед началом интервью у нас самая лучшая реклама, которую вы когда-либо видели в своей жизни. Инстаграм Вестника ММА – это самая крутая страница, на которую обязан подписаться любой болельщик ММА во всем мире. Горячие инсайды, уникальные новости, розыгрыши призов, прямые трансляции со звездами ММА и ответы на все ваши вопросы. Еще не подписаны? Тогда бегом исправляться! Сегодня в гостях у Вестника ММА, боец UFC Муслим Сальхов, который на турнире UFC 251 одержал очередную победу. Муслим, поздравляю! Спасибо! Расскажи, какие эмоции, какие мысли в голове? Это еще одна победа у тебя в серии. Победа на очень большом и важном турнире для мира ММА. Ну, я очень рад, что продолжаю побеждать. Четыре победы подряд – это очень серьезный результат в такой серьезной организации. Я очень рад этому. Несмотря на все трудности в подготовке, у нас все получилось. Благодаря моей команде мы победили. Благодаря команде и Всевышнему. Был момент, когда оглашали победителя. Это было сплит-десижн. Сначала сказали твою фамилию, потом фамилию твоего соперника. Я видел, что у тебя на лице было некоторое недоумение. Расскажи вообще про эмоции. Вот в этот момент боялся ли ты, что могу сейчас признать твоего соперника? Ну, удивило. Я был уверен вообще в своей победе. Удивило, что один судья ему отдал, если честно. У него не было попаданий. Он махал ногами направо и налево. Ну, был один в конце раунда первого. Да, там действительно он попал. Но и нокдауна это не было. Я потерял равновесие, он сверху залез. Я сразу начал защищаться, в принципе. Принял правильную позицию. Слышал, понимал, что раунд заканчивается. И поэтому в этом положении не стал дергаться, вставать. Доработал там. Кроме этого, у него ничего не сказать. Вот чтобы сказать, за все три раунда таких мощных попаданий каких-то не было. А я весь бой контролировал. Вел бой. Я выводил его на ошибки. Заставлял его промахиваться. И сам попадал, какие могут быть сомнения вообще, как могли ему отдать. Поэтому я удивился. После твоего боя я хотел записать сразу практически интервью. Но ты сказал, что тебе интересно посмотреть бои. И после них ты уже сможешь со мной поговорить. Тебе был интересен именно самый главный бой? Потому что это чемпионский бой в том весе. Или просто хотелось вообще все бои посмотреть? Ну, я хотел Петра Яна с Альдо посмотреть. Было интересно. И Холова, и Волкановский. А насчет главного я был там. Особо не сомневался, что там будет. Ну, единственное, конечно, он мог попасть там каким-то удачным ударом. А так... Единственное, был момент, что Масфидаль мог нокаутировать. Я и до этого говорил. По очкам тяжело было бы кому-то там Усмана. Но у Усмана, тем более, без такой долгожной подготовки, без долгого кемпа взять и выиграть. А стойкость Масфидаля тебя удивила? Или просто не делал все, что должен был Комару Усман, а просто вот спокойно забирал? Ну, он делал ровно то, что нужно, мне кажется, Комару. Вот как нужно победить. Он этот путь выбрал и держал со своего плана спокойно. А посмотрев этот поединок, как у тебя появились какие-то мысли? Есть ли какие-то ключи над победой над Усманом? Он очень сильный борец, который пытается прижимать у сетки. Почему-то, да, почему-то Масфидаль прижимался к сетке, я не понимаю, почему. Если бы он держал центр клетки, мне кажется, ему было бы легче контролировать как-то. А он отдавал постоянно и прижимался к сетке, тем самым Усман это на руку, он прижимал, работал там. Он всегда любит так работать. А в центре, если бы он держал центр, он мог бы там попасть как минимум. А у сетки как он попадет? Главный ключ это держаться в центре линга, с ним самому давить, заставить его пятиться. Только так. По поводу четырех побед подряд, которые у тебя сейчас в активе имеются. В прошлом нашем интервью ты говорил про Ли Джи Лянга, что хотел бы бой провести с ним. И плюс как раз вот твой сегодняшний соперник, он побеждал его. Все еще этот бой интересен или уже есть какие-то новые имена? Новых имен нету, но Ли Джи Лян тоже уже не в топ-15. Как-то уже неинтересно постоянно на него газовать. Китайцы подумают, что я как-то против китайцев, что ли. Нету. Сейчас неважно, честно, хочется, какой он топовый. Если получится, конечно, заполучить какого-нибудь топового бойца, я бы подрался с удовольствием в топ-15 с кем-нибудь. Неважно с кем. Ну, там, 14-й, 15-й, там, 13-й, 12-й, любого. Понятно, что десятка. Нет, я с любым готов пойти. Были пару моментов, когда ты отказался от того, чтобы бороться и продолжал бой в стойке. При этом ты вот мне в прошлый раз рассказывал, и твой тиммейт мне рассказывал, что вы сейчас очень много работаете над борьбой. Азиз Пахрудинов. Не было даже мыслей, ты как бы хотел именно какой-то получить бонус и хотел продолжить рельщицу. Ну, я не думал о бонусах. Я хотел победить. Насчет того, что он действительно очень на спине, этот спортсмен, он очень пластичный. И я смотрел его бои. Мало кто его удерживает там внизу. Обычно он переворачивает на ноги, выходит на болевые на ногу, на скручивание пятки и оттуда переворачивает. Поэтому я как бы не стал. Я давал ему подниматься там момент. Ну, пару раз было, что я его бросал. Даже с Амари. У Амари очень серьезная борьба, очень хороший грэплинг. Даже с ним практически не получалось его контролировать в партере. Поэтому я даже и не пытался, старался свою игру вести. С Амари Ахмедовым и, может быть, Алексеем Кунченко, ты уже созванивался? Были от них поздравления какие-нибудь? С Амари, да, уже пообщались. Не, как? Так он меня поздравил. Все, такого не было. Прямо, что мы сейчас так плотно. Такого времени не было еще. Всем отвечал на поздравления. Очень много поздравляют люди, поэтому не было времени пока пообщаться. В прошлый раз ты мне говорил, после прошлой победы, что очень будешь рад, чтобы еще больше людей подписалось на твой Инстаграм. Сейчас у тебя достаточно большое количество подписчиков и даже большое количество поздравлений. Это теперь не мешает, что все тебе пишут, поздравляют? Да нет, не мешает. Я как-то сильно не углубляюсь. Кому получается, я отвечаю. А вот всем, конечно, отвечать тяжело. Своим близким, знакомым я отвечаю с удовольствием. И всех остальных, конечно, когда будет время, я посижу, почитаю сейчас. Как-то чуть не до этого. Но обязательно всех почитаю и всех заранее благодарю за поздравления. Так что новых подписчиков ты еще ждешь и пусть они подписывают. Подписывайтесь. Окей, но про подписку я скажу в конце нашего видео. У нас еще есть череда вопросов. Расскажи про трудности, которые сопутствовали этому бою. Ты, я так понимаю, тренировался, подводился в Дагестане. И, как мы знаем из новостей, в Дагестане очень тяжелая была обстановка по коронавирусу. Да. Как вы вообще проходили тренировки и сложные... Да, очень тяжело было находить место для тренировки, даже просто зал. Все залы были закрыты. Мы тренировались первое время просто на улице у меня во дворе. Повесили грушу. Там я дома у себя тренажеры поставил. Там беговые эллипсы, там грибной тренажер купил, снаряды купил, турники, брусья. И вот с тренером своим, с Магомедом Гаджиевым, мы работали без посторонних, чтобы как бы... Ну, очень много людей болело, поэтому мы не рисковали. Только вдвоем контактировали друг с другом. Минимизировали все контакты, чтобы как бы не заболеть там, мало ли там, может быть, что понимали, что бой все равно был. Дадут, ну, менеджер. И Али Абдулазиз, и Резва Магомедов предупредили, что я буду драться на острове. Так что мы готовились. Вот. И, ну, как могли мы старались. Первое время особенно, когда прям была эпидемия, ну, очень много людей болело на самом деле. Просто тренировались вдвоем. А потом нашли зал в селении Атланаул, рядом со мной. В город мы не рисковали. Там был зал, но туда не рисковали, пока там все равно была не очень хорошая обстановка. А в селении там никто не тренировался, так как лето там. И тем более эта обстановка тоже. И там был спарринг-партнер для меня. Вот. Они мне очень помогли. Амварбек. Его зовут. Первое время с ним проводили спарринги. Вот. Работали. А потом уже как-то все прояснилось. Стало легче. Видимо, вся республика уже переболела. Вот. Займели иммунитет. И как-то побезопаснее стало. И стали уже в Махачкал дороги открыли. И начали ездить в Махачкалу. Там спарринговать и по грепплингу работать. В зале Universal Fighters там уже продолжили подготовку. Я как понял, сейчас Universal Fighters, он стал прям какой-то классный зал. Я видел ролик у тебя о подготовке. Там обновился очень сильно, ну, все и рабочие снаряды. И сам зал такой стал новенький. Расскажи про это. Ну, это новый зал прям. Построенный новый зал. Оборудованный. Все там есть сейчас. И даже там кроссфит-зону делают сейчас. Ну, все есть, в принципе, для ММА. Чтобы тренироваться. Главные стены оборудованы на полу. Маты на стенах. Маты. Можно спарринговать. Можно бороться. Готовиться целенаправленно к ММА. Очень хороший зал. Много грепплеров высококлассных. Черные пояса. Там человек 5-6. И все мне помогают. Я могу позвонить, написать ребятам. Они все выходят ко мне. И объясняют мне тонкости борьбы. Там помогают очень сильно. А зал новый сделали силами спортсменов? Или какой-то меценат есть в Дагестане? Не, не силами спортсменов. Конечно, залу помогают там люди. Еще по поводу трудностей, связанных с этим боем. Вы дрались, во-первых, в не очень время приемлемое для российских спортсменов. Потому что это было по американскому времени бой. Хотя в Абу-Даби в это время такое же время, как в России, собственно. И плюс еще погода совсем не такая, как у нас. Это 40 плюс градусов. Как эти факторы на тебя повлияют, если повлияют? Ну, мы начали там. Я когда в постеры первые появились, я так внимание обратил, что там главные бои, там главные карты в 5 утра по московскому. А мой практически уже под главные карты начинается. Я просчитал, что думаю, это где-то в 4 утра я буду выходить. И где-то дней за 10 мы начали тренироваться. Также в 4 утра по Москве выходили. Тренировались ночью. Сначала так легко входили в этот режим. А потом уже, когда сюда приехали, более так поплотнее здесь потренировались. В принципе, перешли нормально. И последний день здесь вчера отсыпались, как могли целый день. И ночью поспали. И поехали спокойно. Не было состояния сонного, ничего. Все было хорошо. А жара? Жара в зале не чувствовалось. Жара на улице просто нереально, невозможно выходить. Вот я за все это время, пока здесь был, один раз только вышел на улицу. Змок до невозможного. Просто мокрый был. И все, больше не выходил. А так зал был очень, кондиционирование очень хорошее. Вообще ничего не чувствовалось. Та же холодная была. Теперь хотел немножко отвлечься от ММА. Поговорить о твоем прозвище. Мы много обсуждали, почему такое. Но у тебя король кунг-фу. Сейчас я вот буквально недавно случайно нахкнулся на тоже бойца, Марата Алиасхабова. И он вызывает тебя на какие-то суперсхватки. Я так понимаю, по как раз Ушу Сэнда. И там у него такие странные призывы. Там я сломаю кости. Сделаю себе черепов что-то. Вопроса два. Во-первых, расскажи про ваши отношения. И почему такие странные вызовы. Он тебя бросает. А во-вторых, у тебя не было каких-то предложений или, может быть, мыслей по Ушу Сэнда еще попробовать свои силы? Или в UFC это прям жесткий запрет? Насчет Марата. Он, по-моему, эти вызовы не одному мне. Он всем, по-моему, эти вызовы бросает. Говорит, что он там будет кровь пить. Сделает бокал из черепа. Это, видимо, у него манера такая шутить. Но мы хорошо общаемся, дружим. У нас снова в Инстаграме знакомые. Это моего близкого друга. Он друг моего друга близкого, Абдул-Жалил Алижанова. Он его менеджер еще. К тому же Алижанова обжалил менеджер Марата. И мы на Инстаграме просто заобщались и познакомились. Так и пошло. Сначала про мою Ушуру пошел разговор. Он сказал, что у него лучше. И на этом как-то завязалось соперничество. Чисто в комментариях. Второй вопрос. Второй вопрос. Желание выступить еще по Ушу Сэнда, в котором ты самый заслуженный боец. Да нет, тут уже смысл опять туда возвращаться. Сэнда – это такой вид спорта, что если постоянно им не заниматься, тяжело даже с таким уровнем. Например, боюсь, UFC выйдет, он не выиграет чемпионат мира, потому что там специфика очень серьезная. Там надо готовиться именно по Ушу Сэнда. А я не хочу сейчас опять разделять. Раньше я это делал. у меня и там, и там как-то. Сейчас я полностью обсредоточен на ММА, поэтому работаю над одним. Не над одним, а вернее, наоборот, намного больше вещей я делаю, чем раньше в Сэнда. Тренировался только одно и то же делаешь день от дня. Это чуть такая нудная работа. ММА более такая, разнообразная, и меньше устаешь морально от этого. Поэтому мне это больше нравится, больше ближе как бы на данный момент. Конечно, я люблю наблюдать за боями, но тренироваться к этим тренировкам я уже не готов возвращаться. Поэтому, если выступать, надо даже побеждать. Я не привык там проигрывать, поэтому не буду возвращаться уже туда. А вот объясни этот момент. Ты сказал, что больше морально устаешь по Ушу Сэнда. Как это получается? Мне кажется, что в ММА у тебя там всякие пресс-конференции, интервью и прочее. Нет, я не об этом, а от тренировок самих. Тренировки более такие монотонные, ты больше одно и то же делаешь. Вид один, понимаете? А когда в ММА ты один день поборолся, другой день поспарринговал, другой день там бокс. Много разных вещей, которыми ты занимаешься. У Ушу Сэнда ты приходишь как бы примерно одинаково работа каждый день. Поэтому чуть сложно. Я понимаете, сколько лет я... ну, очень долго я в Ушу Сэнда этому виду спорта отдал, поэтому мне сейчас интереснее ММА. Да, если говорить про все вот эти трудности, которые сопутствовали бою, и то, что время там другое, опять же, температура и тяжелая подготовка, в какой форме ты был, то есть, если в процентах отразить, это была там худшая форма подготовки к боям, или наоборот, такие сложности только закалили? Нет, это только закалило, наверное, я был вообще в прекрасной форме. Да, бой был не таким зрелищным, как хотелось, там, нокауты или еще, но я делал все для победы, как бы. Соперник очень тоже опасный, много размашистых ударов, поэтому я старался его проваливать и опять заполнять пустоту, заходил обратно в него, прессинговал, контролировал бой, как бы, сам бой хотелось бы, конечно, финишировать, но я ждал одного, многие вещи, которые он в других боях делал со мной, почему-то не делал, может быть, из-за того, что я его прессинговал постоянно, я ждал там некоторые моменты, хотел его, как бы, подловить, но получилось, что вот он не делал и не так зрелищно все получалось. Ну, в третьем раунде я уже, как бы, подобрал полностью ключи и уже начал разбивать его, надо было чуть пораньше, наверное, самому как-то не ждать от него чего-то, я ждал вот именно его оверхендов там, чтобы поймать на встречу, но ничего, главное, я победил, самое важное. Ты дал два верных прогноза, когда говорил о поединках Усмана, следующий бой его должен состояться с Гилбертом Бернсом, можешь ли ты про этот бой сказать что-нибудь? Вот, насчет Бернса я не уверен, что Усман победит, потому что, ну, там очень равные шансы, потому что у Бернса в партере, ну, единственное, наверное, у Усмана будет преимущество, что он будет контролировать у сетки, там держать, но валить он его не будет, если он будет валить, Бернс там в партере, как бы, не хуже, он человек, грэпплер уровня, DC, который там очень серьезно добился уровня, в грэпплинге точно не стоит, я думаю, там, с ним тягаться, хотя, кто знает, но, я так думаю, что он будет опасен в партере тоже, и в стойке тоже он поинтереснее выглядит, так что, тут очень такие равные шансы на победу, если честно. И тогда последний вопрос, во время карантина у нас появилась новая рубрика, мы спрашивали у бойцов, что они читают или смотрят, хотелось бы у тебя узнать, потому что тоже в прошлом нашем интервью ты сказал, что у тебя стал высокий уровень английского после того, как ты начал читать литературу на английском языке, можешь ли что-нибудь посоветовать, может быть, из английского, что читал в последнее время, или может быть, просто что-то любимое? Да, я в последнее время просто кулинарную книгу читал, просто, не важно, что читать, главное читать, не обязательно какие-то художественные романы, все равно слова запоминаются, ты начинаешь переводить их. Последний раз я читал кулинарную книгу, мне из Америки подарили. Любимый рецепт? Хинкал. Какой дагестанский? Да, конечно, кумыгский. Кумыгский хинкал. Окей. Муслим, спасибо тебе огромное за интервью, очень интересно получилось, я тебя еще раз поздравляю с победой. Спасибо. На мой взгляд, это тоже странное было немного решение, что один судья отдал победу твоему сопернику, и все же главная победа серии из четырех побед. Наших зрителей я попрошу подписаться на твой инстаграм, он появится внизу экрана, также подписаться на инстаграм вестник ММА, не спрашиваю про план на бой. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо всем, кто смотрит наше интервью, расследование, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал Сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.